МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, меня зовут Евгений Галимов. Пришло время подвести итоги уходящей недели. Сегодня в выпуске. Мы все вместе будем измерять температуру каждый год в течение долгого времени и увидим, изменяется все-таки климат и мерзлота с ним или нет. Ожидать ли потепления в город приехал известный ученый с Аляски. В этом году у нас выделены средства достаточно большие на подготовку объектов социальной инфраструктуры. Каждый день на счету глава администрации города проверяет строительные и ремонтные площадки. Рыба не клеят. А что она не клеет? Не знаю. Здесь постоянно еще корабли ездят, мешают нам ловить. Мал да удал. Улов измеряют килограммами и улыбками детей. В конце недели в Новую Рингой прибыл необычный гость. Кенджи Йошикава, профессор Института северной инженерии Университета Аляски, установил на территории детско-экологической станции мерзлотомер. Впервые процессом промерзания земли заинтересовались землепроходцам, покорявшие Сибирь в 17 веке. Сегодня ученые многих стран изучают почву, расположенную в зоне длительного сезонного или постоянного холода. Поняв все особенности процесса и увидев его изменения, можно будет прогнозировать многое, в том числе и глобальное потепление. Подробности в следующем сюжете. Пока гость из самого холодного американского штата ждет прихода детей, скучать ему не дают. Удивительное дело, говорит Кенджи. Никогда не думал, что так далеко на севере может быть хоть и маленький, зато настоящий, почти тропический зоопарк. Приматы и рептилии, импернаты и водоплавающие. Символ города встречает профессора Йошикаву на заднем дворе. Зимой заносим в здание, говорят сотрудники экостанции. Сова хоть и полярная, но холода не любит. Полчаса пролетают незаметно, и вот дети уже приехали. Пора устраиваться поудобнее и слушать истории о вечной мерзлоте. Мы вместе будем измерять температуру каждый год в течение долгого времени и увидим, изменится все-таки климат и мерзлота с ним или нет. Силиконовая трубка, а в ней подкрашенная вода устройство мерзлотомера элементарно, говорит гость, но именно это и позволяет использовать технологию по всему миру. Зимой земля будет промерзать, вместе с ней и вода превратится в лед. Важно знать, как глубоко доберется холод. От этого во взрослом мире зависит многое. А в мире детей это увлекательный первый опыт научной работы. С теорией покончено, пора браться за практикум. Приобщиться к таинственному миру исследований хотят все. Все готово, можно приступать к технической части опыта. Первым делом надо пробурить в земле отверстие. Глубина 3 метра, этого должно быть достаточно. Остается только опустить в скважину трубку с водой и ждать. А вот для этого придется запастись терпением. Первые результаты получат уже этой зимой. Для первых выводов понадобится гораздо больше времени. Думаю, в идеале нужно будет 10 лет, хотя первые данные мы получим уже зимой. Но зима может быть нетипичной, и данные будут тоже нетипичными. Это, конечно, долго, но лучше потерпеть, чтобы иметь достоверную картину изменений мерзлоты. Такие трубки на Аляске стоят в каждой школе, рассказывает Кенджи. И еще в Канаде, Норвегии, Монголии, Китае и Японии. Геологические процессы везде одинаковы. И чем больше стран присоединится к проекту, тем точнее и объективнее будет информация о глобальном потеплении. Евгений Галимов, Роман Чернов, служба новостей «Импульс». Глава администрации города Иван Костогрейс посетил во вторник несколько объектов социально-культурной сферы, на которых ведутся ремонтные и строительные работы. В этом году таких 68. Из средств местного бюджета на ремонт административных зданий потратят почти 208 миллионов рублей. Детский сад в микрорайоне «Оптимистов», который турецкие мастера предполагали достроить к сентябрю, распахнет двери позже обещанного срока. Ввести в эксплуатацию долгожданное строение постараются к Новому году. 21 действующее дошкольное учреждение находится на этапе побелки и покраски. Реконструкция также коснется 16 школ нового Уренгуя. Вместе с главой администрации города фазу ремонтных работ оценила и наша съемочная группа «Слово Надежды Печеркиной». Яркое цветовое пятно притягивает к себе не только родительский интерес. Здесь будет детский сад. Правда, с повышенным капиталистическим обязательством сдать его раньше срока, к сентябрю, турецкие строители не справились, хоть и обещали полгода назад, буквально не сходя с этого места. Я сожалею, что мы с вами не смогли построить до 1 сентября, как обещали новойнгойским детям. Ну, надеюсь, хоть к Новому году подарок сделаем новогодний. Спасибо. Спасибо. Зато подарок будет по-настоящему ценным. С бассейном внутри и прогулочными теплыми игровыми площадками снаружи. Теперь на объектах, где любое промедление нежелательно. Летний сезон короток, и в каждый день каникул нужно выполнить максимум ремонтных работ. В школе «Земля родная» говорят, начали на две недели раньше. Все равно опаздываем, отвечает глава администрации. Среди первоочередных забот отдельное внимание к состоянию фасадов. Старые методы ремонта не оправдывают себя. Миллион двести. Представляете? Мы сейчас покрасим на два года. Через два года будет то же самое. Зачем этим заниматься? Ну, есть вон садики сделали. С северной части города стоят. Да, вы правы. Золотой петушок сделали. Отлично. Тоже стоит. Гнездочка, снежинка там и все остальное. Все стоят нормально в садике. Даже там не фасловская плитка, там даже садик. И тот стоит. Красиво смотрится. Начало работы в детском саду «Елочка» сдерживает федеральный 94-й закон. Бюджетным организациям приходится соблюдать обязательные сроки, теряя такие редкие для севера погожие дни. Другое дело – автономные учреждения. Платные услуги и спонсорские средства позволяют работать в полную силу. Делаем все очень качественно и в срок. Никаких проблем, никаких вопросов по каким-то нашим хотелкам, где что-то если нужно подделать и так далее. Никаких абсолютно проблем нет. У них больше возможностей по проведению быстрыми темпами подбора подрядчиков. И не все работы идут через торги. Поэтому автономные учреждения сегодня у нас выглядят более подготовлены к ремонтным работам. И мы видели, на самом деле там сегодня ведутся работы. Реконструкции октября должны были и завершить в октябре, но глава администрации предлагает строителям ускориться. Для этого в ближайшее время за стол переговоров усадят все заинтересованные стороны. Культура, иск, вы и подрядчик. И пропишите, кто и какое содействие окажет, где, каким образом. Но этот объект нужно закончить до первого сентября, до дня города. Четвертой школе требуется капитальный ремонт, но закрыть ее для этого на год пока нет возможности. Директор довольна. Им повезло, с кровельщиками трудятся весь день. Потому общение на крыльце прерывают энергичные звуки работающей техники. И работа, и погода, Иван Иванович, замечательная. Нам повезло с кровлей, вообще великолепно. Надо, чтобы со всеми составляющими процесса повезло. Тем более материальная база для этого имеется. В этом году у нас выделены дежурные средства достаточно большие на подготовку объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, к новому учебному году. Поэтому предстоит очень напряженная работа в летних. В летний период. В спортивном клубе «Олимп» занимались единоборствами, а теперь нужно решить дизайнерско-строительную задачу, как оформить потолок, чтобы скрыть коммуникации, придать современный вид и гарантировать прочности отделки. На поиски решения времени немного. Короткое лето торопит. Надежда Печеркина, Давид Давид Ашвили, служба новостей, «Импульс». Нарушения не в цене. С 1 июля нерадивых водителей будут наказывать не сотнями рублей, а тысячами. В Кодекс об административных правонарушениях внесены существенные изменения. Штрафы на дорогах вырастут в несколько раз. Водителям, остановившимся у края проезжей части, придется расстаться с полутора тысячами рублей против нынешних ста. Несоблюдение дорожных знаков и разметки обойдется в пять раз дороже. С подробностями Елена Золотилина. Внимательный и аккуратный водитель всегда соблюдает правила. Ирина Ершова, автомобилист со стажем и многодетная мама никогда не забывает о безопасности. И наказание за нарушение здесь ни при чем. Я заботюсь о здоровье и безопасности своих детей. Поэтому для меня что старые штрафы, что новые штрафы не имеют никакого значения. Мы как пользовались креслом, так и будем пользоваться. Даже если отменят штрафы, мы все равно будем ездить в кресле. Тем, кто не задумывается о своей жизни, придется поразмышлять о финансах. Цену за лихомыслие по некоторым пунктам серьезно увеличили. Расширенный список нарушений, за которые водителя могут лишить прав или машину номеров. Так без них может остаться тонированный автомобиль. Изменения коснутся и правил парковки. Водителям выписали штраф, они также продолжают нарушать. То есть сумма штрафа была маленькая. Сейчас в настоящее время будет от тысячи до полторы. Если транспортное средство в отсутствии водителя стоит в месте, где запрещена остановка или стоянка, данное транспортное средство будет эвакуировано. Сами водители к ужесточению наказания относятся с пониманием. Автомобилисты, паркующиеся в неположенном месте, мешают движению. Что говорить о лихачах, которые гонят на красный свет или проезжают под запрещающий знак? Чтобы пьяных ловили, чтобы скромно к этому относились, чтобы все соблюдали. Штрафы для водителей увеличили многократно. И большинство эту инициативу поддерживает. А вот пешеходы будут расплачиваться за свои нарушения по старой такси. Но в Уренгой для них, как известно, заповедник. И вечно спешащие горожане то тут, то там переходят дорогу в неположенном месте. Вы часто переходите в неположенном месте? Ну, стараюсь не переходить, но бывает. Ну, а что вас толкает с нарушением? Ну, если пешеходный переход далеко, я очень тороплюсь, но приходится нарушать. А сами дорогу перебегаете в неположенных местах? Бывает. Ну, это и стараюсь. Куда-нибудь. Конечно, каждый старается нарушать правила так, чтобы при этом не пострадать. Но ситуация на дороге непредсказуема и меняется порой стремительно. Как бы то ни было, новые штрафы утверждены, и с этим придется считаться всем. Елена Золотилина, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». День молодежи отметили сегодня в Новом Уренгуем. Народные гуляния прошли на площадке в районе озера Молодежное. Выставка гламурных собак, выступления представителей субкультур, традиционная ярмарка и даже бег на шпильках. Все это в течение дня могли наблюдать жители города. Обо всем подробнее мои коллеги расскажут в ближайших выпусках новостей. В студии программы «Подводя итоги» ведущий специалист управления по работе с молодежью и общественностью Рашид Капшин. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, ну вот сегодня мы празднуем большой праздник «День молодежи». В этот праздник, естественно, хочется узнать, насколько активна нынешняя новоуренгойская молодежь. Сейчас, на данный момент, мы посмотрели, очень большое количество уже пришло. И ожидается к 7 часам как раз концерт-программе, ну, наверное, большая часть той активной молодежи, которая хочет побыть на этом празднике. А вот безотносительно праздника в течение года новоуренгойская молодежь, она вообще легко участвует в тех проектах, которые ваше управление готовит? Знаете, я вот несколько раз был руководителем делегации от города, где мы участвовали в окружных проектах департамента молодежной политики, туризма. Хочу сказать, что постоянно, всегда наблюдал, наша молодежь урингойская, намного, на мой взгляд, и это так и есть, одна из самых активных и реальных, которая умеет показать свою позицию. То есть, они могут отлично общаться, дебатировать. Они себя представляют, ну, просто, более чем. У них есть уровень и есть желание заниматься и что-то делать. Какие проекты сегодня молодежи может предложить управление? Ну, вот смотрите, сейчас у нас летняя трудовая компания, да, то есть, это традиционные наши трудовые отряды главы администрации города. Так. Занятость. Работа площадок, вожатые нашего двора. Ну, в данный момент, та активная молодежь, которая хотела уже сегодня поучаствовать вне молодежи, и вот сейчас принимает участие в программе проведения этого праздника. Вот как-то так. Волонтерское движение, насколько нынче популярно? Вы знаете, оно растет, расширяется. Хотя бы даже вот взять волонтеров нашего Центра социальной психологии по помощи подросткам и молодежи. Все абсолютно те проекты и проведение мероприятий, которые вот есть в нашем городе, да, то есть вот связаны и с окружными проектами, допустим, Георгиевская ленточка, Триколо. Там, на дне России. Мы видим, что они всегда на улицах, и они работают. В той работе, которую вы ведете, на ваш взгляд, что все-таки важнее? Привлечь молодежь, как бы дать им возможность чем-то занять себя в свободное время, или все-таки больше приблизить их к социальной жизни города, как-то социализовать? Вы знаете, одна из основных вообще целей работы управления одна – это успешная социализация молодежи, подготовить ее к будущей жизни. Мы даем возможность их раскрыть свой потенциал, где-то в себя проявить, где-то помочь. Та молодежь, которая у нас сейчас в городе, она очень разнообразная, да. Кто-то любит, допустим, хип-хоп, кто-то любит петь, кто-то любит танцевать и так далее. Наши учреждения, технические виды спорта помогают им в этом. Если они хотят этим заниматься, мы даем им это возможность. В дальнейшем вполне где-то это пригодится обязательно. Множество проектов, которые мы видим уже из года в год, работают, продолжают успешно работать, привлекать все больше молодежи. Есть что-то новое, что планируете? Какие-то планы на развитие молодежного движения? Ну, мы не стоим на месте, да. Сейчас разрабатывается очень много интересных проектов, которые можно было реализовать как раз силами молодежи интересованы. Ну, я думаю, сейчас просто в летний период маленечко, ну, далее кому-то там поступить, да, где-то в наше учебное заведение. Ну, с сентября месяца начнется работа, вот именно где-то новое направление. Насколько это важно, новые направления открывать? Дело в том, что время, да, вот диктует свои какие-то новые уже правила, да. Мы не должны стоять на месте действительно что-то новое предлагать, потому что и нашей молодежи в первую очередь это нужно. Ну, что ж, огромное спасибо за то, что нашли время прийти в нашу студию, ответить на мои вопросы. Поздравляю вас с таким большим праздником, как День молодежи. Огромное вам еще раз спасибо. Спасибо, Евгений, что вы с нами всегда работаете. И я думаю, будет еще повод встретиться, продолжить диалог. Всего доброго. Спасибо. Эта программа, подводя итоги, далее в выпуске. Сейчас завершается частовая отделка зданий храма. Основной вопрос сейчас будет подниматься по оформлению уже частовому. Как строится общая радость? Богоявленский собор куполами в небо. Гусеницы достаточно прожорливые, поэтому будут обжирать все, что можно. Нашествие на Ямал личинок бабочек. Гусеницы-мутанты пугают новоуренгойцев. Рыба не клюет. А почему она не клюет? Не знаю. Здесь постоянно еще корабли ездят, мешают нам ловить. Мал да удал. Улов измеряют килограммами и улыбками детей. Купола храмов «Золото России» продолжается строительство Богоявленского собора. Здание уже приобрело законченный облик, основные работы ведутся внутри. В перспективе самый творческий и тонкий труд – роспись. Еще предстоит решить, кому доверят это непростое и почетное дело. Специалисты надеются возвести еще одно изначально незапланированное строением спортивный зал для воспитанников православной гимназии. Под куполами нового собора побывала наша съемочная группа слова Елене Коробко. Сейчас не дня без шума, чтобы потом всякий, кто придет в собор, ощутил в нем спокойствие и внутреннюю тишину. Путь верующих к Новорингойскому православному церковному комплексу начинается от первого камня. Сегодня это уже целое здание и не одно. Пока внутри собора заканчивают отделочные работы, рядом достраивает дом Причта. Близится основная часть по старому проекту, близится к завершению, но там еще будет пристраиваться спортзал. Поэтому там фронт работы разбросан, можно сказать, от нуля и до крыши. Местами уже у нас под крышу готовы части стен, местами только будут сваи забиваться. Дом Причта – место, где священнослужители смогут отдохнуть, заняться мирскими делами. Здесь же будет трапезная и православная гимназия. Чтобы воплотить все задумки в реальность, одним молотком и кирпичами не обойдешься. До начала холодов нужно успеть уложить кровлю в доме Причта и перейти к чистовой отделке. Тем временем маляры готовят стены и потолок собора к росписи. Чтобы они сохраняли художественный вид и не трескались, мастера закатывают внутрь побелки листы гипсовой штукатурки. В конце августа должны зайти уже художники. Это и роспись, и столяра, иконостасы, и все остальное. То есть сейчас с владыкой будет как раз идти это обсуждение, кто, что, из чего будет украшать. Нет сомнения, что финансовая помощь будет, говорит заместитель главы администрации города Новорингой Андрей Воронов. Именно такую весть на следующей неделе привезет епископ Салихардский и Новорингойский. Из Божьей воли и начнется новый этап строительства. Пока мы можем любоваться святыней лишь издалека. Видеть, как возвышаются купола, воздвигаются стены. Но уже осенью двери собора распахнутся для сотен верующих. Пускай не будет окончательного убранства внутри. Снаружи недостроенная лестница. Но она не станет препятствием для верующих. Не зря говорят, что церковь не в бревнах, а в ребрах. Елена Коробко, Роман Чернов, Служба новостей, Импульс. Гусеницы атакуют Ямал. Они уже оккупировали Ноябрьск, Муравленко и поселок Вынгапуровский. Ноябрьские специалисты предполагают, что вредители пришли из Нового Уренгоя. Этим летом их особенно много в парке Дружба. Они даже заползают в детские коляски, жалуются гуляющие там мамы. На поле напротив микрорайона «Оптимистов» гусеницы мешают выгуливать собак. Нельзя сказать, что жители города их боятся. Гусеницы не опасны для людей. Однако представляют весьма неприятное зрелище, когда размножаются в одном месте в таком количестве. На этом поле распустились вовсе не цветы. Полчища гусениц буквально на каждой травинке. Очевидцы нашествия говорят, что заметили первых особей около недели назад. Поначалу их было немного, но теперь количество насекомых вызывает у горожан отторжение. «Неприятно просто. Раньше Иван Печай, тут поле такое было красивое, теперь он весь съели, он под ногами ползает. Аж ходить противно». Трудно представить, что эти обглоданные палки когда-то радовали глаз яркими розовыми соцветиями. Здесь от растительности практически ничего не осталось, и прожорливые десятиногие ищут новые места с сочным зеленым кормом. Они ползут прямо через дорогу, многие попадают под колеса машин. Но и тех, что перебрались через автомобильный поток, тоже немало. Мальчики собирают насекомых, не зная, что это за вид, но надеясь, что из них вылупятся бабочки. Специалисты детско-экологической станции в этом уверены. «Это гусеницы бражника», — поясняют они. «Насекомые для людей не опасны. И в скором времени мы увидим больших бабочек у ярких ароматных цветов». Гусеницы, которые большие, черные, жирные, ну буквально им еще неделька, и они будут в состоянии куколки. Единственное, мы с вами, я думаю, не дождемся того периода, когда все будет объедено. Бражник Подмаренниковый прилетает к нам из других регионов на лето и откладывает здесь яйца. Через некоторое время появляются личинки, которые питаются листьями и цветками иван-чая. Но этот сезон удивил не только количеством, но и видовым разнообразием. Обычно эти мигрирующие насекомые долго в северных широтах не задерживаются. В этом году задержались из-за теплой и влажной погоды, которая стоит дольше, чем обычно. Возможно, новоуренгойцы смогут увидеть и третье поколение этих бабочек в августе-сентябре. В таком случае есть опасность, что популяция иван-чая серьезно сократится, и гусеницы начнут пожирать и другие растения. Елена Золотилина, Роман Чернов, Давид Давида Витошвили, Служба новостей «Импульс». Кому отпуск, кому работа. Новоуренгойские подростки помогают спортивному клубу «Олимп». Летнее трудоустройство – хороший способ не только завести новые знакомства и скоротать будни, но и заработать. Молодые люди содержат в чистоте роллер-дром и футбольное поле, но главное – занимаются прикладным творчеством. Именно их стараниями полисадник за городской гимназией превращается в настоящий сад загадок. Подробности у Елены Куликовой. Школьники закрашивают неопрятные надписи и ржавчину на старых мусорных баках. Нехитрая работа продлевает жизнь контейнеров, а подросткам дает возможность заработать. Одни приходят каждое утро, чтобы накопить на новые мобильные телефоны, другие ищут общение, постигают жизнь и о деньгах думают в последнюю очередь. Положить в копилку. Да. Ну для чего тоже в копилку? Да. Оставить нужно. Может помочь иметь кому-нибудь? Ну, например, бездомным. Если физический труд не наказание, можно найти прелесть в любом деле, считают Александра и Ольга. Но не всех подростков на работу приводит трудолюбие. Руководители отрядов уже научились организовывать даже бездельников. К счастью, такие попадают сюда редко. И главные уроки этих рабочих недель усваивают все. Пыталась до всегда до мусорки дойти что-нибудь выкинуть. А теперь еще в два раза меньше выкидываю на улицу. Пусть лучше уж полежит или в руке, или в сумке, чтобы потом выбросить. Каждый день школьникам приходится убирать спортивный комплекс. Это футбольная, баскетбольная площадка и роллер-дром. Пару часов приходится работать метлами и совком. Зато после обеда трудовой день закончится и можно будет поиграть в мяч. Многие приходят потом после рабочего дня сюда играть в футбол, волейбол. Ну и, соответственно, сами же дети делают другим замечания, чтобы не сорить, не мусорить. Вот, соответственно, вот это вот, когда видишь, это очень радует. Складываешь все на кучки, а ты, Вика, будешь потом эти кучки собирать и складывать. Вот он, этот мусор на пакет. Какой? Аккуратно. Аккуратно, ручка. Они у тебя есть. Работа не обходится без травм, но ни удачи подростки не афишируют. А еще они не сдаются. Школьники стараются спеть с руководителями, которые тоже не сидят сложа руки. И через 15 минут полисадник отдыхает от сорной травы. И красота цветов еще ярче поет о лете. Небольшой полисадник украшен не только цветами, но и молодыми деревьями. Конечно, это особое чувство своими руками дать жизнь растению, которое будет радовать. Но варенгойцев еще не один год. И, пожалуй, это тот главный урок, который вынесут школьники из своей трудовой практики. И он дороже любых денег. Школьники планируют высадить здесь молодые ели. А еще надо освежить краску на площадке для роллеров. Работы хватит и тем, кто придет в трудовой отряд в июле и августе. Но провести лето здесь не значит потерять каникулы. После работы сразу домой поиграть в компьютер, покушать, искупаться. А потом уже иду гулять сразу на пляж. У меня хватает времени на все. Закончив работу, подростки не спешат расходиться по домам. Остается, чтобы пообщаться, поделиться мыслями и настроением. За друзей и скажем лишь одно. И с нами все равно. Елена Куликова, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс». Служба новостей «Импульс» Клевый улов. Рыбалка – не просто время, проведенное в наслаждении. У каждого любителя посидеть с удочкой есть свой секрет, как приманить и поймать добычу. Участники турнира «Поплавок-2012» рыбалку считают искусством, требующим особого мастерства. Им увлекаются не только мужчины. Все чаще на берег выходят женщины и дети. Рыболовное счастье в следующем сюжете. Рыбаки сегодня уйдят не просто ради удовольствия. Соревнуются друг с другом в умении и количестве добытого улова. Зачет, как повелось 2010 года, командный. Снова у Ренгоя команды есть. И наши в основном все местные команды. Да, вплоть до команды школьников, юных-юных. Возраст рыбаку не помеха. Мальчики, юноши и мужчины обосновались на берегу Пура. Есть среди любителей лова и женщины. Рыбалка для Людмилы Шубару – настоящее увлечение. Самый большой ее улов – 105 килограммов щуки. Сейчас Карскому морю, как в прежние времена, не выбраться. Да и на ближний бережок выйти – тоже проблема. Я сегодня даже внуков сдала, только чтобы порыбачить. В составе каждой команды два участника и полевой судья. Пока первые забрасывают наживку и ждут клево, вторые бережно охраняют улов от посторонних глаз. Их здесь предостаточно. Рыбаков больше рыбать. Он больше. Удал, удал. Рыба не клюет. А почему она не клюет? Не знаю. Здесь постоянно еще корабли ездят, мешают нам ловить. И почти же все рыбаки, но все равно они разговаривают. Рыбу, наверное, пугают так. Впрочем, на полное отсутствие клева жаловаться не приходится. Северная рыбка разных размеров часто попадается в руки соревнующихся. Однако судьи выделили на тихую охоту всего три часа. Участники, завершаем. Собираем удочки на взвешивание. Пока арбитры взвешивают, вымеряют, участники на берегу подкрепляются пловом и хвастаются добычей. И вот волнительный момент – объявление результатов. Самый крупный улов – два с половиной килограмма. Однако и остальной рыбацкий куш нашел достойное применение. В большом котле найдется место каждой рыбки, а ухи хватит на всех. Елена Золотилина, Дмитрий Халин. Приучаститель и студии «Контраст». Такое запомнилось моим коллегам. Уходящая неделя новый день принесет новые события. Это была программа «Подводя итоги». В студии работал Евгений Галимов. Встретимся в эфире.